Сразу после заседания Госсовета Вячеслав Бетаров пообщался с корреспондентом Федерального информационного телеканала «Россия-24». Глава рассказал о действующих в республике программах поддержки сельского хозяйства. Отметил, что благодаря федеральным программам в Северной Осетии растет производство сельскохозяйственной продукции. Это позволило обеспечить потребности жителей республики и поставлять продукцию в другие регионы. Расширение программы устойчивого развития сельских территорий станет дополнительным стимулом для регионов. Это дополнительный стимул развития сельского хозяйства в регионах. В частности, создание полноценных условий для сельских специалистов позволит возвращаться в сельские населенные пункты тем ребятам, которые уезжают, выучившись, не хотят возвращаться, потому что нет условий. В частности, прозвучало предложение разработать программу «Земский работник культуры». Это в комплексе с земским доктором, с земским фельдшером, с земским учением, которые начинают работать с 2020 года. Конечно же, дополнительно создать условия проживания на селе. И это очень хорошие и полноценные условия для проживания. Здесь же, конечно, большую роль играет и вопрос мелиорации. Для нашей республики это очень важно, потому что половина земель сельскохозяйственного значения – это земли, которые требуют орошения. Поэтому, если программа эта также будет реализована, то это позволит увеличить количество сельскохозяйственной продукции. На заседании госсовета говорили о том, что есть регионы, где земли принадлежат банкам или предприятиям, и вернуть их в оборот достаточно сложно. Вячеслав Бетаров отметил, что в Северной Осетии такой проблемы нет. Республика наша малоземельная, и у нас нет ни одного, не говорю о сотке, но даже квадратного метра, которое не использовалось. Есть другая проблема, что даже умудряются распахать и пастбищные земли, лишь бы запустить их в оборот сельскохозяйственных пахотных земель. Поэтому для нас это не актуально. Рассказал Вячеслав Бетаров и о строительстве в селах учреждений здравоохранения. Касается строительства ФАПа в амбулатории, то это, конечно же, необходимо, надо делать, потому что многие просто-напросто устарели, обвещали. Мы у себя в республике активно этим занимаемся, и у нас нет проблем с задержками ввода в эксплуатацию.